ПЕЧЕНОЧНЫХ ФЕРМЕНТОВ ПЕЧЕНОЧНЫХ 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 ФЕРМЕНТОВ ПЕЧЕНОЧНЫХ ФЕРМЕНТОВ ПЕЧЕНОЧНЫХ ФЕРМЕНТОВ ПЕЧЕНОЧНЫХ 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 ЗАБОЛЕВАНИЕ ПЕЧЕНИ Именно поэтому В качестве скринингового маркера Они используются Сначала исключается Частая патология печени Потом исключается Более редкая Но следует помнить, что Есть и внепеченочные причины Повышения трансаминаз В том числе довольно значимая В отношении целиакии Хочу сказать, что Сейчас выделена Отдельная нозологическая форма Целиакии Ассоциирована гепатит А кроме этого Это может быть гемолиз Это может быть поражение Скелетной мускулатуры И мышечные нагрузки Интенсивные Нарушение функции Щитовидной железы Ну и кроме того Выделяется так называемый Синдром макро-АСТ Когда макрокомплекс Аспарагиновой трансаминазы Циркулирует в крови И это не сопровождается Какими-либо другими Признаками печеночной дисфункции Повышение аланиновой Трансаминазы Более специфично Для повреждения гепатоцитов И в принципе В середине нулевых годов Было понятно Что в отношении поражения печени Недостаточно смотреть Трансаминазы Их нужно определять Вместе с гаммоглутамилтранспептидазой И щелочной фосфатазой Ну и при наличии Еще одновременного повышения Белирубина Диагностическая ценность Существенно возрастает Ну вот Одна из работ Несколько работ Которые свидетельствуют о том Что действительно При большинстве болезни печени Соотношение АЛТКС Коэффициент Деритиса Точнее АСТКЛТ Коэффициент Деритиса Менее единицы Для алкогольной болезни печени Напротив По вышеуказанным уже причинам Он как правило Превышает 2 Для неалкогольного Стеатогепатита Он меньше Тоже меньше единицы Или по крайней мере Меньше чем 1,3 Но при этом Если Стеатогепатит Сопровождается выраженным фиброзом То коэффициент Деритиса Повышается до 1,4 И более И при болезни Вильсена Наконец Это вот уникальное состояние Особенно при фульминатных формах Значение коэффициента Деритиса Может достигать 4,5 и более Пожалуйста Работа 90-х годов Почти 2000 обследованных Из них У 0,5% Выявлено повышение АЛТ Какие были причины Гепатиты Б С Аутоиммунный гепатит Желчно-каменная болезнь И вот совершенно удивительно У одного был обнаружен Острый аппендицит Случайно Так, наверное, тоже бывает Работа тоже начала 90-х годов 100 обследованных Но уже прицельно С повышенным уровнем Трансаминаз Причины по убыванию Прием алкоголя Стеатоз печени Гепатит С Другие заболевания Но обратите внимание, что у 9% Никакой патологии выявлено не было То есть, как есть люди С постоянно повышенным Уровнем температуры С постоянным субфибрилитетом Так, вероятно, существуют И пациенты с постоянно Нормальным С постоянно повышенным Уровнем трансаминаз Еще работа 80-х годов Поэтому здесь вы видите Такие уже подзабытые термы Такие, как гепатит Не А, не Б 149 человек С повышенным уровнем Трансаминаз Которым всем проводилось Биохимическое обследование Биопсии печени Ну и мы видим примерно Те же самые причины Стеатоз печени Гепатит не А, не Б Но, скорее всего, он оказался Гепатитом С Алкогольная болезнь Другие заболевания И опять же У 2% Никакой патологии Обнаружено не было Ну и еще одна работа Это уже пациенты Более тысячи человек С длительно сохраняющимися Повышением трансаминаз У 81-го была выполнена Пункционная биопсия печени Поскольку, по данным Биохимического обследования К диагнозу Прийти не удалось Какие были причины По результатам этого обследования Стеатоз Стеатогепатит У 4-х человек Выявлен фиброз С не очень понятным источником У 2-х человек Цирроз печени Впервые выявленный И опять же У 8-ми человек Даже по данным Пункционной биопсии печени Никаких изменений Обнаружено не было Мета-анализы Продемонстрировали Что вот просто так Всех подряд Скринировать На заболевания печени Определяя им Уровни аланиновой Аспарагиновой Трансаминазы Не целесообразно Ни с клинической Ни с экономической Точки зрения Только если есть Какие-то намеки На патологию печени Другие Ну в отношении Лекарственных препаратов Понятно, что Это список неполный Здесь наиболее часто Применяемые Лекарственные препараты Которые являются Причиной повышения Трансаминаз Что еще раз указывает На важность сбора Лекарственного анамнеза Этих пациентов Ну и обращаю Ваше внимание На психоактивные Вещества И на Биологически активные Добавки Которые Часто пациенты Принимают Не сообщая Об этом врачу Даже при целиоправленном Распросе Это тоже Необходимо Иметь ввиду Перейдем к ферментам Холестаза Щелочная фосфатаза Ну как Собственно следует Из ее названия Она расщепляет Эфиры фосфорной кислоты Очень короткий Период Полу жизни И помимо печени Она локализуется В костной системе В почках В тонкой кишке В легких И в плаценте Ну и кроме того Отдельно Выделяет Так называемый Зензим Регана Это эктопическая форма В плацентарной Щелочной фосфатазы Которая является Паранеопластическим Маркером Выявляется При опухоли Самой разной Локализации В печени Логично Щелочная фосфатаза Локализуется На бильярдном Полюсе Гепатоцитов И вообще В принципе Если мы видим В биохимическом анализе Повышение Щелочной фосфатазы То чаще всего Это либо Печеночного Происхождения Либо костного Происхождения Но обратите внимание Вот довольно Неожиданный факт У 14% Повышение Щелочной фосфатазы Может иметь Почечное Происхождение И соответственно После исключения Частых причин Повышение Необходимо Исключать Более редкие В том числе И хроническая Болезнь почек В отношении Холестаза Надо иметь ввиду Что синтез Щелочной фосфатазы Стимулируется Желочными кислотами То есть повышение Желочных кислот Оно первично По отношению Повышения Щелочной фосфатазы И в принципе Это скрининговый Маркер Как вы видите Чувствительность Для холестатических Болезней печени Превышает 80% Естественно Чем выражнее Обструкция Будь внутри печеночная Или вне печеночная Тем выше уровень Повышения Щелочной фосфатазы Ну так же Не забываем Что есть и другие Маркеры холестаза Помимо Традиционно Прямо используемой Гамаглутамил Транспептидазы Иногда применяется Правда В основном Научных исследованиях Уровень Определяется уровень Лицинаминопептидаза И 5-нуклетидаза Вместе с тем Есть многочисленные Другие причины Повышения Щелочной фосфатазы Как я уже упоминал На первом месте Это поражение Костей Причем Чаще всего С остеобластной Активностью Это опухоли Как первичные Так и аминстатические Это болезнь бюджета Это асептический Некроз И так далее Ну и многочисленные Другие причины Которые Тоже нужно включать В план Деференциального Диагноза Если мы Исключили Печеночные И костные Причины Повышения Щелочной фосфатазы Надо сказать Что повышенная Активная фосфатаза Может повышаться И в норме Это наблюдается У подростков У детей В период активного Роста Роста костей В третьем Триместре беременности Понятно Это плацентарная Фракция При консолидации Переломов Ну и вот Такая Необычная Причина Это Диета С высоким Содержанием Жира Которая Почему-то В этом направлении Действует Только у лиц С первой И с третьей Группой крови Существует Состояние Когда щелочная Фосфатаза Ниже нормы Это может быть При гипотириозе Это может быть При хексии При гемолизе В том числе При перпенциозной Анемии В фульминатной Форме Болезни Вильсона Дефиците Цинка И магния И приемы Ряда лекарственных Препаратов Таких как Эстрогены Фибраты И антикоагуляты Ну и конец Гамма-глутамил Транспептидаса Как следует Из названия Она катализирует Перенос остатков Глутамина Определяется Биохимиками Одинности Изоэнзимов Ну и вот Обращаю ваше внимание Что два основных Органа Которые содержат Гамма-ГТ Это печень И почки Причем почки Стоят на первом месте И в ней Концентрация В 25 раз выше Этого фермента Нежели в печени Тем не менее Для патологии почек Она Повышение Ее не характерно То есть Дело не только в том Сколько ее содержится В том или ином органе Ну и насколько Она способна Экскретироваться В кровь И быть доступна Для определения В биохимической Лаборатории В печени Гамма-ГТ Так же как Щелочная фатаза Преимущественно Локализуется На белярном полюсе Гепатоциты В эпителиях Желчных протоков Максимальная активность Понятно В периферической части Печеночной дольки И экскретируется Она с желчью Но частично Может экскретироваться И с мочой Основные механизмы Повышения Включают Усиленный синтез ДНОВа В результате Индукции Биотрансформации Теми же Желчными кислотами Которые я упоминал В аспекте повышения Щелочной фатазы И ряда Ксенобиотиками И так же Усиленная регенерация Печени Например При выздоровлении После острых гепатитов После резекции Печени И некоторых Других заболеваний Ну и Второй механизм Это повреждение Мембран клеток печени Причем Если вы видите Повышение гамма-ГТ Более трех норм Это как правило Свидетельствует о том Что у гепатоцита Повреждена мембрана Даже если У них нормальный уровень Трансаминаз Чаще всего Такая ситуация Изолированное повышение Гамма-ГТ Наблюдается у пациентов С неалкогольным Метаболическим Стоятогепатитом Ну вообще Конечно Основная причина Повышения Это холестаз При холестазе Она повышается Практически всегда Вместе с щелочной Фосфатазой И другими Более редко Определяемыми Ферментами холестаза Еще одна Важная причина Это алкогольная Болезнь печени Причем Длительная регулярная Потребление алкоголя Даже без развития Гистологически доказанной Алкогольной болезни печени Может являться Причиной стойкого Повышения Гамма-ГТ И она нормализуется В плане дифференциального Диагноза Это важно На фоне Несколько Недель Обстиненции Но при этом Следует учитывать Что от 20 до 30 Процентов Пациентов С алкогольной Болезнью печени Имеют нормальную Активность Гамма-ГТ И вот при уже Упомянутом Неалкогольном Стоятогепатите Может быть повышение Как правило До 3 норм Но в некоторых случаях До 6 норм В том числе Повышение Изолированное Без трансаминаз Есть и другие Причины Повышения Если говорить О печеночных причинах Это цирроз Вне зависимости От этиологии Это гепцеллярный рак Это вирусные гепатиты Токсические гепатиты И печеночные формы Порфирии Но также Есть и вне Печеночные причины Повышения Гамма-ГТ Они здесь ниже Перечислены Как вы видите Это очень разнообразные Состояния Патологические Даже такие Как никотиновая зависимость И опухоль головного мозга Может являться Причиной Повышения Гамма-Лутамил Транспептидаза Ну что принципиально важно Есть Я уже говорил Один из изоензимов Выделяют Гамма-ГТ Вот определение Второго изоензима Рядом авторов Рассматривается В качестве Альтернативы Альфетопротеину Или дополнительного Маркера Скрининга Гепацеллярного Рака Поскольку В 90% Случаев Второй изоензим Гамма-ГТ Он повышается При гепацеллярной Карциномии Ну кроме того Из дополнительных Других Из локачных Опули Следует Рассматривать Метастатическое Поражение Печени Преимущественно Это метастазы Колоректального Рака Там повышение Гамма-ГТ Может достигать Очень и очень Значительных цифр Так же Как в щелочной Фосфатазе Бывают Пониженные Уровни Это Наблюдается Во второй Половине Беременности При приеме Эстрогенов И у пациентов Которые Употребляют Значительное Количество Кофе Ну и вот Эта Таблица Взята Из руководства Известного Руководства Немецких Авторов Кунца Которые Продемонстрировали На более чем Полутысячи Пациентов Заболеванием Печени Что Диагностическая Точность Аланиновой Трансаминаза Превышает 80% Если она Определяется Вместе с Гамма-ГТ И холинестеразой Эта цифра Повышается До 95% Если Добавляется Еще щелочная Фосфатаза 97% А вот Добавление Других Маркеров Больше Эту цифру Не повышает Поэтому В принципе Достаточно Для того Чтобы Говорить О поражении Печени Определять Аланиновую Аланиновую Трансаминазу Гамма-Глутамил Транспептидазу Ну и вот Немецкий автор Еще рекомендует Дополнительно Смодихолинестеразу Которая Может быть Раним Признаком Печеночной Недостаточности Уважаемые Коллеги Следует Сказать Что Безусловно Нельзя Лечить По Трансаминазам Часто Я вижу Эту ошибку Вот Ее допускают В том числе Весьма Уважаемых Медицинских Учреждениях Пациенту Соответственно Увидели Повышение Трансаминаз Сразу Ему Ставят Как правило Капельницу У нас Капельницу Не поставили Значит Считайте Что Не лечились Каким-то Гепатопротектором Это Неверно Потому что У всех Препаратов Весьма Эффективных И в том числе Препаратов Которые Способствуют Снижению Трансаминаз Есть и Влияние На подгенетические Механизмы Здесь конечно На первом месте Это Исследования Проведенные С оригинальным Адамитианином Который да Может снижать Активность Трансаминаз Но самое главное Что он повышает Выживаемость Пациентов С алкогольным Циррозом Печени Как было поставлено Придемонстрировано В исследованиях Косы Мато Он значимо Улучшает Биохимические Показатели При неалкогольной Жировой болезни Печени Показывает И отечественные И зарубежные Исследования Поэтому да Препараты Гепатопротективного Ряда Такие как Оригинальный Адамитианин Такие как Гепатрал Должны Использоваться Могут Использоваться В нашей практике Но Естественно Лечить по Трансаминазам Просто по повышению Без установки Детального диагноза Это неверно Поскольку Ну это примерно То же самое Что назначать Паратетамол При лихорадке Любого генеза Спасибо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому